Приветствую вас, Кристина. Я думаю, что вы сами, в общем и целом, где-то вот в глубине души, в рамках своего вопроса, понимаете, на самом деле, про что ваш вопрос. Он про вашу дыру в сердце, про травмы расставания, вот, и про то, что вы как-то вот так до сих пор не смогли, получается, оправиться от расставания, да, которое весьма болезненно для вас обернуло. Ну, это, кстати говоря, нормально, потому что мы все люди, мы все довольно тяжело проживаем расставания, вот, а вы, суть по всему, вот эту дыру в сердце так до сих пор не заполнить. Заполнить её нужно, там, на мой взгляд, собой в первую очередь, вот, с вами интересами, своей жизнью, своими чувствами, если оно там пошло. Вот. А вы, как мне кажется, этого вот не можете сами сделать. И у вас, как будто бы, даже, чувство вины есть перед этим. Бывшим, вот, за то, что, как бы, ну, он вас ненавидит. Это странно, в этой ситуации, немного, что у вас чувство вины есть за то, что вам предъявляют претензии к тому периоду, когда вы уже были не вместе. Вот. Но, тем не менее, это, вот, в какой-то степени показывает, то, что вы, ну, вероятно, вот, в себе не очень, да, и уверены, да, показывает, вероятно, что вы, как-то, вот, склонны себя, вот, обесценивают, да, и, возможно, даже не очень видите себя, как-то, вот, в отрыве, да, от, там, допустим, кого-то, раз пытались здоровье сердце заполнить именно другим человеком. Вот. Причем, несложно увидеть, что ваше отношение с мужчинами не складывается. Вот. Несложно увидеть. Вот. А это, мол, я бы здесь, конечно, делал бы в первую очередь анализ вашего поведения с мужчинами. Вот. Чтобы как-то его подкорректировать и, ну, выстроить. А, ну, выстроить. А, ну, выстроить. А, с ними отношения. Вот. Понимаете, какая штука? И, соответственно, заполнить ваше второе сердце. А, просто вы спрашиваете, за что венавидит ваш бывший. Вот. Ну, тут я бы, опять же, задался бы вопросом, как бы, что, почему вас это волнует? Чем вас это волнует? Что вы пытаетесь в этом для себя найти? Что для вас это значит? И по каким вопросам вы с бывшим вынудены общаться? Вот. Не обманываете ли вы в этом себя? Не то, чтобы мы лезли в вашу жизнь. Нет. Совсем нет. В вашу жизнь мы не лезем. Просто это нужно для того, чтобы лучше вам самой в себе разобраться. Вот. Понимаете, да? Поэтому тут я бы больше внимания обратил именно на эти аспекты, а не на аспекты того, почему человек вас ненавидит. Вот. Человек вас может ненавидеть по многим причинам. Вот. И гадать можно очень долго. Вот. Поэтому это, наверное, бессмысленно. Вот. Вот какой-то такой ответ я бы вам сказал. Дальше. Значит, давайте сейчас поисследуем ваш текст, более проблем. Когда-то я рассказал с человеком, которого сильно любили. У нас был гражданский брак. Ну, во-первых, здесь первое, из-за чего растали, да, то есть, ну, вот. И что значит гражданский брак? То есть, по сути, вы, ну, сождество с мужчиной. Вот. Давайте все-таки, наверное, не будем обманываться, да? Тут очень важно быть честным с собой. Вот. Такой момент. Вы говорите, я рассталась, да? Мужчина, мужчина. Из-за чего? Вот расставание мне было больно лучше. Ну, вот. Тут, в принципе, угадывается уже некоторый конфликт. Личностный, да? В том смысле, что... Вы с человеком расстаетесь, и в то же время... Вам очень больно. То есть, тут угадывается определенный личностный конфликт. Вот. Вы понимаете, да? Поэтому... С этим противоречием тоже нужно разобраться. Дальше. Бывший, скоро женился, я сказал, переходите из одних отношений, другие, чтобы заполнить друг с сердцем. Ну, вот этот образ с сердцем, да, и происхождение тоже нужно... ...поицеливать. У меня завязались отношения с мужчиной, он откуда-то знал обо мне всё. Я сам это разговаривал, я ему ничего особо не рассказывал. После этого я закончил с ним отношения по определенным причинам, и начала их к другим человеку. Ну, вот, как бы, да? То есть, вас, по сути, мотает из одних отношений, как бы, в другие, и с этим. Точно-то же нужно... Ну, на мой взгляд, по работе, потому что, ну... Как-то вот... Средина определенных, что вы чего-то ищите, да, но... Как бы, ищите вы немножечко, на мой взгляд, не там. Ищите вы это не там. Ищите вы это, ну, вот... Не там, где нужно искать. То есть... Такое ощущение, да, что... Вы сами, вот, ну, в какой-то степени от этих вот... Поисков устали. Вот. Вполне вероятно, что вы сами от этих поисков уже устали. Вот. А как, собственно, вот, действовать, вы не очень, не очень знаете. Вот. Вот. Опять же... Вопрос. Да? Почему вы с этим с человеком расстались? Тоже вопрос, на мой взгляд. Важный. Вы называете определенные причины, но... Хотелось бы... Поисследовать, вот, что это за... Причина. Вот. Сейчас. Этого. Дальше. Так. С бывшим вынужден общаться по некоторым вопросам пока окей. Между нами давно уже ничего нет, но до сих пор меня ненавидят. Ну... Как бы... Это вопрос. Северо-значально тут у меня были до него отношения, и не один... Он длился, что я ушла от него к другому. А этот? А это так? Заодно он глубоко обижен. Вас это волнует, как будто бы Кристина. Вот. Вопрос. А чем? А чем вас это волнует? Да? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.